всем самое доброе утро друзья я только встала на самом деле и на уже тут смотрите чумелые ручки пробую я вот эту всю свою конструкцию на которой потом на выставке картины буду вешать а я смотрела как другие вешают и у них вот эти вот крючки в два раза меньше но я не нашла в два раза меньше вот на вайлберисе заказала вот эти вот этот жгут и вот так вот короче короче так если брать то все отличненько висит одной рукой попробую вам как раз показать чтобы ничего не упал вот все висит и там вот этот вот стенд будет задняя часть и вот на него можно будет развесить картины то есть все нормально поедут и вот эти картины большие несколько и кстати вот мой кассандрик сладкий заяц у нас похолодало кокосик мой теперь и вот на вот эти вот так как это же холст на картоне я смотрите что берем а я приклеила вот такие штуки это супер клей монтажный какой-то купила строительном ну и я думаю 300 грамм весит картина я думаю что он ее как раз удержит так сейчас секундочку возьму двумя руками и вот эти картины тоже висят конечно если бы крючок крючки вот эти были поменьше было бы гораздо поудобнее тут был угол как бы наклона лучше регулировался и все а так конечно конструкция надеюсь что она все там не попадает одномоментно подождите по одной нормально вот ну вроде держит клей нормальный так что очумелые ручки в работе все окей что по сайту я же зарегистрировала там на сайте ну там трафика вообще почти нет очень слабо и по просмотрам и продаж вот у меня уже почти там сколько две недели никаких вообще нигде и никак не знаю может надо рекламу вообще-то у них закупать итак друзья давайте покажу вот плохо видно а вот такая девушка опять ну с этого с непонятности и кстати вот эту девушку а глаз я возьму с тобой на выставку и еще что-нибудь не знаю может какой-нибудь такой вот маленький вообще миниатюры я смотрела сегодня там каких-то блогеров нескольких и и как бы распространенное мнение что такие маленькие работы это больше на западный рынок ну так как я зарегистрировалась там на одном пока что сайте и там вообще ноль просмотров но серьезно там у меня 20 с чем-то работ и никаких просмотров мне кажется что он не очень этот сайт по конверсии либо надо что-то делать другое короче я не знаю как это работает давайте будем вытаскивать мою вторую рамку мой трасса на вот такая вот интересненькая хотела белую но в результате белое у меня тут только такие небольшие полосы я сутки держу потому что написано в инструкции сутки на самом деле она гораздо раньше застывает и все взвешиваю на рисах не мерными там стаканчиками а все на лицах так 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 раз опа оп для ну вот она вот она как-нибудь так чтобы была сама рамка ну это немного по-другому у меня залилась это немножечко по-другому у нее как будто вот выемка в середине надо было больше наверно заливать чтобы этой вот выемки не было ну в общем вот она вот такая вот а я тут друзья вот заканчиваю мои пиончики а что-то я начал короче делать вот эти вот и забыла про них они у меня какие-то такие знаете остались недоделанные в общем что у меня тут пошли не так у меня получилась какая-то не ваза а ведро не значит они такая большая по сравнению с ну вот всей этой конструкцией короче вот так думаю надо мне чуть-чуть делала перерыв и сейчас мне надо закончить на сегодня это формат по моему 30 на 30 но здесь вот эти вот бортики которые мне кстати понравились так что вот так что вот девушку которая вам показывала и и я еще потом перерисую на но таком и на формате да вот на и на вот таком на этом вот собственно году нет кигла здесь сколько будет наверное 30 на 40 размер вот я ее перерисую вот и вот эти вот белила и покупаем периодами титановым стали мне приходить с браком не знаю с чем это связано плохо они что такое брак это он такой размешаны плохо внутри так что давайте вот эти вот чуть-чуть мы что-нибудь придумаем с ними такое тому как-то у меня раз осталось надо немножечко под собрать лепесточки вместе а то получились не лепесточки какие-то такие непонятные бугорчики и и и и вот так вот это на сегодня все я вынашиваю в голове в свою балерину которую вот мне хочется но пока что не выносила в достаточной степени чтобы ее сделать даже чтобы ее начать делать то что сделать это же начать делать у меня пока что нет такой вот я очень много референс посмотрела короче картинка моей голове пока что нет сложилось вот почему я все это к чему я все это так тут мы сейчас с вами будем потихонечку перемешалась зеленого доделывать мою картиночку и что-то они у меня такие очень темные так я немного наверное сейчас добавлю еще посетки рассветлю немножечко их кокоса кстати свои лапы сам вылезал я ему так и не мало ну смысле сразу вот смыла основной слой краски а потом он их вырезал надеюсь для котов это нормально ему по крайней мере плохо не стало после краски говоря краска что там там же краска только в составе и красящий компоненты рекламу чтобы на красящий компонент у него ничего не было но больше он и не прыгал не было у нее таких даже порывов потому чтобы куда-нибудь сигануть так сейчас мне надо еще по зеленушечки добавить на давайте мы с вами сначала но мне нравится мне на самом деле вот это ведро что-то она вообще как ведро не как ваза слишком короткая надо было потоньше но уже ладно уже я ее не исправлю я можно было исправить но уже мне хочется я как-то сегодня уже вечер и а я хочу закончить я не из тех людей которые надолго вот это все раз усоливайтесь такие небольшие работки то мне хочется сразу ее сделать и все и чтобы знать что все оно у меня готово так сейчас сейчас сделаю с розовым сделаю знаете такой какой-нибудь очень светленький розовый и и положу немножечко желтенького чтобы он такой персиковиночку чуть-чуть был не вот таким красивым цветом для начала давайте вот эти чтобы опять не за по не забывать тем мои цветочки кокос выпрашивает еду но нет он ел час назад он ел час назад он ел час назад он ел час назад где он съем и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, смотрите, мы тут с кокосом, он сам сел ко мне на колени, но он, кстати, у меня не тактильный такой парень, не делает этого часто. И результат, я уже тут, наверное, полчаса сижу с ним, а у меня тут куча дел, но я не ухожу, потому что у меня кокосик сидит на коленях. Вот так вот. А вот, друзья, финальный результат. Вот такая вот она у меня получилась вот этими высокими бортиками. Единственное, вот низ еще надо будет прокрасить, так что вот. Вот моя картина. Поставлю я ее, наверное, сушиться. Хотя, нет, не поставлю, потому что здесь я чуть-чуть-то уже прокрасила, пускай она пока что так стоит. А что у меня по планам? По планам вот у меня вот это будет и вон там. Вот в эти выходные у меня еще вот эти две картины нужно нарисовать. Плюс ролик. Сейчас я еще один готовлю. Так что вот, что у нас тут происходит. С этой стороны у меня тут вот две рамочки. Ну, эти, которые были очень похожи. И сейчас еще одну белую хочу сделать. А, точнее, нет. Я же хотела вот для вот этой девушки голубую сделать. Будем делать голубую. Голубую это внутри. Она тоже, я вот, мне очень нравится из эпоксидной смолы, когда они вот эти вот прозрачные. Поэтому я сделаю ее краску просто голубую. Сделаю вовнутрь. И тоже с блесточками. Так что вот для вот этой девушки. Она еще совсем, совсем не высохла. Поэтому так ее вам сейчас возьмемся. Вот, отлипай, отлипай. Ну, в общем, в общем, вот она моя девушка-волна. Ставлю на место. Салфетки ставлю, чтобы они не прилипали потом, когда она. Ну, она уже так подсохла уже. Несколько дней прошло. Так что она уже не настолько сильно. Так что вот такие вот планы. Сейчас будем заливать рамку. Ну, что, друзья, залила я первый слой. Намешала тут вот красочки. Здесь у меня первомутровая краска и синяя. Ну, такая голубенькая. С этой банки. Вот такая вот. Вот чуточку. И вот делала я вот такие вот странные. Где-то вот просто они у меня кусками. Где-то такими разрозненными кусками. Может, надо так немножечко. Она вот, видите, уже начала схватываться. Так, чуть-чуть повозюкать ее какими-нибудь интересненькими. Чтобы она была вот так. А сейчас я вот пойду на улицу схожу. И потом приду и дозалью второй слой уже с блесточками. Сверху будет с блесточками. И мне нравится вот этот вариант. Когда вот в середине вот что-то есть цветное. А сверху потом просто блестки. Потому что красивенько. На мой вкус. Красивенько выходит. Так. Здесь еще чуть-чуть. Как-нибудь. Вообще у меня вот эта вот смола. Она как бы очень сильно сжимает все. Ну, то есть ты краску розетта. И, наверное, вся смола так делает. Вот я же первые как бы разы делаю. Поэтому не могу еще пока судить, как вообще должно быть. Как в норме. А может что-то я не так делаю. Поэтому тут мне непонятно. Ну, вот так вот я вот в общем сделала. Мне кажется нормально. Пусть это я потом выкину. Итак, первый слой пускай застывает. Я жду приблизительно часа 3-4. А потом уже сверху следующий слой. И потом еще сколько у меня уходит. Ну, еще часов, наверное, там 15. Ну, короче, чтобы сутки прошли. Так что вот так вот. Ну, что, друзья. Рынка высохла. Сутки прошли. Давайте-ка мы ее достанем. У меня это не грязь, это краска. Вчера черной краской рисовала. В результате все ногти теперь черные не вымываются. Я вчера мыла их мыла. Мыла. Так. У меня там стирка еще стирается. Упляем молдик наш. Все с ним нормальненько. Ставим на место. И смотрим нашу рамку. Вот здесь вот эти вот все штучки поубираем. Ну, вот такая вот рамка вышла. Прозрачная, как я и хотела. Можно на самом деле заднюю стенку закрашивать. То есть первый слой, когда ложишь, его просто можно было сделать голубым. А потом сверху вот эти блестяшки. Оно бы красиво тоже так просвечивалось. Но я раз из эпоксидной смолы, то какой смысл, ну, для меня конкретно, чтобы ее... Ух ты, порезалась. Чтобы ее закрашивать. Мне хочется, чтобы она вот такая прозрачная, красивая оставалась. Ну, а на сегодня это все. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем удачи и пока!